Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Алексей Чопа, я член Рабочей партии России в Свердловске. И сегодня я хочу представить вам нашего нового члена партии Сергея Павлова. Приветствую, Сергей. Привет, Леша. Сергей, ну, расскажи нам о себе. Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Сергей Платонов. Я закончил Муромский институт радиотехнический факультет по специализации конструирования и проектирования радиоаппаратуры. После окончания института я переехал в город Екатеринбург, устроился на предприятие научно-производственное объединение автоматики в 2007 году. И с 2007 года по-настоящему времени и работаю на этом предприятии. Прошел путь от инженера электроника второй категории до начальника отдела по техническому обслуживанию аппаратуры. Да. То есть, в общем-то, у меня инженерная специализация нерабочая. Нерабочая. То есть, получается, ты начальник отдела и, соответственно, уровень заработной платы достаточно... Как это? Да. Выше, чем средняя по палате, то есть, по нашей стране, да. Можно сказать, что она выше, чем у большинства масса граждан. Да. Получается, что ты вот такой инженер, который встал на позиции рабочего класса. Можно сказать и так, да. Естественно, так можно сказать. Что привело к такому решению или к такому положению дела, что ты за интересы рабочего класса встал на позиции рабочего класса. То есть, это коммунистические идеи. Как ты стал коммунистом? Ну, тогда и надо рассказать поподробнее, все-таки немножко вкратце хотя бы, что меня это все к этому привело. Ну, начнем с того, что в 90-е годы мое взросление было именно в 90-е. То есть, а в 90-е это был развал страны, развал Советского Союза, развал промышленности, развал образования, социальной сферы. И это вот, честно говоря, путеводной звездой шло через всю мою школу, когда я вот учился в школе. Все это происходило прямо на глазах. Моя мать учитель, отец преподавал долгое время научный коммунизм. Он закончил Уральский федеральный университет по марксизму и ленинизму. Вот, так что мне это все не чуждо прямо с детства. Потом, в начале 2000-х я поступил в институт. И когда я учился на бесплатном бюджетном факультете радиотехническом, я еще параллельно подрабатывал. У меня была подработка я на пилораме долгое время. Без отрыва от учебы. Оператором кабельного телевидения. Тоже целый год я практически отработал на этом направлении. В общем-то, все это мне не чуждо. То есть, когда я вышел и закончил институт, у меня уже был довольно-таки большой багаж практического опыта именно как рабочей специализации. Это то, с чего я начал. Естественно, когда я пришел на предприятие, был инженером-электроником второй категории, сначала были именно командировки связаны с монтажом аппаратуры, с ремонтом аппаратуры, с демонтажом аппаратуры. То есть, это тоже практическая деятельность, как рабочая специфика. Да. Ну, естественно, потом, по мере того, скажем так, как это сейчас модно говорить, набора компетенций, профессионального роста, я рост и в карьерном росте, ну, карьерно, и больше, скажем так, занимался анализом, системным анализом, такими интересными вещами, комплексом анализом можно, неисправностью и сложных, скажем так, отказов комплексов и систем. Вот. Ну, наверное, и тут надо бы еще, наверное, поподробнее остановиться на том, что вот у меня есть профессиональный рост, есть уровень заработной платы, но лучше-то не становится. Честно говоря, у меня вот в начале 2000-х это был некий такой ренессанс, подъем промышленный, какой-то возврат, скажем так, немножко... Ну, чуть получше стало. Да, естественно, получше, то есть и предприятия задышали, то есть и все в округе начало. И вот честно скажу, до 2014-го года я был, в общем-то, аполитичен. То есть, да, я ставил во главу угла профессиональный рост, скажем так... Карьера? Даже не карьера, а именно профессиональный рост. А, профессиональный. То есть, именно развиваться... Да, то есть, карьера, она как бы была сопутствующая, в общем-то. Ну, плюс еще я был, попал бы в очень хороший коллектив. Тут-то об этом тоже можно рассказать, отдельный ролик даже записать. И лучше почему не становится? Ну, для меня водоразделом стал 2014-й год события на Украине. Для многих, да. Для многих. Вроде бы рост идет, карьерный, достаток, а в целом все равно лучше не становится. Я сейчас половину своего заработка отдаю на ипотеку и кредиты. Это, честно говоря, ненормально. По моему представлению. Потом, меня очень смущает очень большой рост национализма в стране. И это прямо вот именно фашизма. И он явен. То есть, для меня, вот, в общем-то... И то, что многие себя убеждают, то, что... Ну, хорошо, мы победили фашизм, да, наши деды, в свое время, там, в сороковые годы. И, соответственно, на стране этого не будет. Нет, это возможно. И это есть. И это, к сожалению, развивается. Меня это, очень, честно говоря, испугало. Но это, опять же, событие на Украине. Ну, да, конечно. Особенно вот эти товарищи западенцы со своими вот этими националистическими воззрениями. Ну, это вот просто очевидно и явно. И, в общем-то, и у нас это. В стране тоже рост этих тенденций намечается. Не намечается, он и есть. Да, именно. Согласен. В 17-м году, я на выборы до 17-го года не ходил. В 17-м году я решил, как бы, больше поизучать, посмотреть на вообще, какие политические партии есть в России. Есть, там же были выборы в Госдуму, где-то в 18-м, в начале 18-го года. Или в 17-м году. В 17-м, по-моему. В 17-м, да. Ну, это неважно. Вот, говорю, что вот просто для меня маркером именно 17-й год. Я почитал сразу несколько программ, начиная от Навальной, Справедливо-Росов, Единая Россия, Коммунистическая партия, КПРФ. Ну, те, которые были представлены на выборы. Вплоть до интермершей, там, такие, там, как монархическая партия, у них же тоже есть свои программы. И, почитал еще, мне больше всего понравилось из того, что он тогда на выборах, это Патриота Россия. Сходил, проголосовал, понял, что ничего не меняется. Как это удивительно. Как это удивительно, да. Проголосовал, вроде проголосовал. Да, 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 ничего не поменялось. И, так даже, в 2017 году, первый раз появились ролики в моем любимом интернет-ресурсе, это Утупичок у Гоблина, лекции с Михаилом Васильевичем Поповым. Я позаинтересовался и по Рабочей партии России. То есть, первый раз я прочитал партию, устав партии, программу, начал уже и Фонд Рабочей Академии, и Красный Университет, и познакомился с этими сайтами. Ну, и познакомился, познакомился, познакомился. На выборах они не участвовали, поэтому как-то я как-то, ну, почитал, почитал, да, вроде бы неплохо. Отложил. У меня есть такая привычка немножко, что если я что-то нахожу, но пока нету с этим временем разбираться, я откладываю. Посмотреть позже. Да, посмотреть позже, в закладочке. На-на-на. И весь 18-й год до, в общем-то, до 19-го года я просто пытался как-то почитать, поразбираться, посмотреть, опять же, что происходит в округе, что у нас происходит на предприятии, в стране. И все-таки к 19-му году я уже созрел. То есть, и одновременно подал заявление и в Рабочую партию России, и в Красный Университет. Здорово. Сергей, то есть, вот ты отложил, посмотреть позже. То есть, вот в итоге ты пришел к решению вступить в Рабочую партию России. Да. То есть, и я так понимаю, что оно достаточно взвешенное, обдуманное решение. Ну, судя по твоему рассказу, что ты одну программу, другую программу посмотрел. То есть, ты знакомился с различным, так сказать, политическим спектром на политической арене в России. И вот Рабочая партия России. Что вот, что вот такое вот отличает, да, нашу Рабочую партию России от всех остальных, от всего остального представленного вот этого политического спектра. То есть, левых же организаций достаточно много, да, там. Слава Богу, если бы познакомился позже. Тут самое важное, слава Богу, есть прям коммунистическая партия Российской Федерации, да? Вот почему именно Рабочая партия России? Вот что такое? Ну, это единственная партия, на мой взгляд, которая себя четко ассоциирует с ВКПБ. То есть, Всероссийской Коммунистической Партии Большевиков. Прямо по тексту, по программе и по уставу. В 18-19 год я тоже еще посвятил тому, что благодаря Егору Яковлеву, выдающемуся историку, это то, что познакомился с революционным движением конца 19-го, начала 20-го века в нашей стране. И у всех вот этих событий гражданской войны. И тут, в общем-то, я понял, почему именно ВКПБ пришла и в конечном итоге победила. Во всей этой, скажем так, заварухи событий 1917-го года. И для меня стало очевидно, что надо примыкать именно к такой партии, которая, в общем-то, ставит схожие цели. И придерживается схожих, схожей идеологии, схожих методов, методов именно практической нацеленности. Когда теория с практикой. Да, вместе. И плюс еще, меня очень сильно симпонировало, даже еще в 17-м году, то, что обязательным условием является обучение в Красном университете. Это единственная партия, которая, в принципе, вообще это заявляет и это декларирует. То есть, в Единую Россию можно вступить просто. Прийти, я за Единую Россию. Добро пожаловать. Вот. В любую партию. От Навальных, ДТТП. То есть, не надо никаких это. Ты приходишь и, в общем-то, ты даже можешь письменно сказать. Да, я согласен с программой вставом партии. Но какого-то обучения нет. То есть, тебе, получается, сверху вниз спускают, декларируют. Вот, давай, пожалуйста. Вот, и так далее. Вот тебе партия. Вот тебе партия. Вот ты в ней. Все, вперед, ты с нами. В рабочей партии России больше все-таки нравится то, что помимо, скажем так, устава и программы, этому еще надо обучиться. Чтобы не просто принять на веру, да, вот эту программу и устав, да? А чтобы действительно еще и понимать, зачем, почему разобраться. То есть, именно научный подход. Вот вступил ты в рабочую партию России и учишься в Красном университете. Вот расскажи, пожалуйста, свои впечатления об учебе в Красном университете. Что это такое? Вот что ты получаешь для себя? Ну, очень интересно. Интересны лекции, интересны семинары и смотреть, и изучать. В общем, мне еще очень то, что в свободном доступе имеется огромный перечень, список литературы. И с которым, кстати, ну, поскольку я вот сейчас сентябрь-октябрь, два с половиной месяца, ну, да, то есть это надо, огромный пласт литературы, который надо изучить. Это вызов, это действительно вызов, что надо последовательно во всем этом разобраться. То есть, и с трудами классиков Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, вот эти все, Гегеля, естественно. То есть, и, может быть, даже там, вплоть до Аристотеля, я не знаю, там, до Платона, то есть до классиков философии. Ну, это уже, конечно, в программу Красного Университета не будет. Это уже очень слишком, да, 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 но это вызов. Это именно вызов лично к себе, что тут надо будет серьезно учиться. То, что я сейчас пока вот тут, ну, скажем так, отвечаю на вопросы с помощью той литературы, которая есть в Красном Университете, это все прекрасно. Но я уже скоро подойду к той мысли, что просто так науку логики в отложке не поддерживаю, что ее надо уже будет читать и применять, изучать, да, то есть как-то пропустить через себя. Но я все-таки решил, у меня было много метаний, в два года, то есть что лучше, вступить сначала в Красный Университет или вступить в партию, или делать одновременно. Я пришел к третьему принципу, ну, к третьему принципу, потому что, опять же, ну, хорошо, обучение теории, это все прекрасно, но теорию ты можешь изучать, 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 сколько угодно долго, можно до пенсии изучать. Вот, но практическая сторона мне, честно говоря, больше импонирует, ну, не то, что больше импонирует, а и одновременно хочется этим заниматься. Да, то есть именно практику, но тут я больше скажу честно, меркантильно очень хочу, то есть я вступил из-за меркантильных, да. Из-за меркантильных? Да, 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 я хочу работать 6 часов в день, очень хочу работать 6 часов в день, мне нужно время на, и на все свои, скажем так, и на саморазвитие, и на семью, и на тренировки, и на спорт, и на разработку лекций для университета, которым, то, что я еще параллельно работаю, там, подрабатываю, ну, не подрабатываю, скажем так, руковожу студенческим клубом. То есть, и вот на все вот это нужно время, и вот просто сидеть и ждать, что когда тебе кто-нибудь там создат коммунизм, ну, это можно долго сидеть и ждать. Мне хочется именно, скажем так, поучаствовать в этом процессе. Да, но мало того, что себе освободить пару часов, да, но чтобы у тебя было еще, чтобы еще было с кем это время проводить, да. Да, заодно и всем, да. То есть, со своими товарищами, там, друзьями и так далее. А если ты себе два часа освободишь, а все остальные будут по 12 часов проводить, то, ну, лучше всем. Лучше всем, да. По крайней мере, будет больше времени для всех, для того же самого саморазвития. Ясно. Спасибо. Очень интересный рассказ. Думаю, мы еще пообщаемся на эти темы. Обязательно. Спасибо. До свидания. До свидания. Если вы не бывали в Сверхловске, приглашаем вас, гости ждем. Мы по городу нашему вместе, красотой любую спройдем.